Росгвардия ищет снайперов, которые готовы работать на политических мероприятиях. Зарплата 40 тысяч рублей, плюс бонусы за сверхурочные. Опыт работы не обязателен. Охренеть! В 90-е киллеров тихоря искали, писали объявления в газетах, ну шифровали их, мол ищем поломойку какую-нибудь. Сегодня практически прямым текстом. Мы хотим нанять убийцу. Убийца должен стрелять по гражданам во время митингов. У него даже официальная зарплата будет. Трудовую книжку собираемся везти. Вы думаете, что я прикалываюсь? Нет. Подобными объявлениями весь инет пестрит наше государство. Уже официально нанимает убить снайперов для работы в мирных городах. И оплачивать услуги этих убить станет бюджет. То есть все мы. Заплати, дорогой, чтобы тебя пристрелили на акции протеста. Кстати, тому, кто тебя пристрелит, скорее всего, государственную награду еще дадут. Поэтому не забудь проголосовать в сентябре за действующую власть. А лучше вообще не ходи на выборы. Баран, которого назначили шашлыком, не нужен на демократических процедурах. Пусть баран думает, что без него все решат. Это единственное, о чем шашлык может и должен думать. Начинаем! О, а хотите, я вам расскажу, что брякнул Песков по поводу протестных митингов в Москве, что длятся больше месяца. На протяжении нескольких недель десятки тысяч людей выходят на улицы столицы. Еще раз, десятки тысяч людей. На крайние митинги собралось свыше 50 тысяч человек. Так вот, когда Пескову, читай Путину, задали вопрос о массовых волнениях в Москве, там сказали что-то вроде... Ты подумаешь! Протесты происходят во многих странах мира. Они вызваны конкретными вопросами в европейских столицах. Во всем мире происходят акции протеста. Иногда эти акции имеют смешанный характер. Такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы случаются. Поэтому здесь нужно, собственно, достаточно адекватно оценивать происходящее. Действительно, 50 тысяч человек на улицах. Да люди, что ли, чм***ки какие-то. Особенно здорово пропагандисты все это дело классифицировали. Среди митингующих бредили эти выродки в эфире. Далеко не все москвичи... А, ну теперь понятно. Если ты не москвич и пришел на митинг, то ты и не человек. Тебя можно лупить дубиной. Можно пинать. И сбивать. На тебя можно даже помочиться. Ну ты же не москвич. А в центре столицы разворачивались другие события. Там прошел несанкционированный митинг. Несмотря на предупреждение власти о том, что акция не согласована. При этом не все, принявшие участие в демонстрации, были москвичами. Акция получилась совсем немирной. Хроника событий у Ярослава Красиенко. Поражают индивидуумы, которые уверены, что это нормально, что протестников действительно можно избивать. Что президент в разгар политического кризиса может и должен где-то гулять, купаться. Кататься на мотоцикле это же только у ненавистных нами американцев. Могут озаботиться на уровне главного спасения какого-то там рядового района. Они фильмы об этом снимают. Они вбивают в головы простых американцев, что обычный парень, но гражданин США это очень важный человек. Они, повторюсь, в кино показывают, как ради чувака по имени Джон. И х** его знает, что это за Джон. Весь белый дом стоит на ушах. Целый президент не спит. Этого Джона спасти нужно, потому что он гражданин АВРФ. Если либералы выйдут на улицы в очередной раз, я буду п***ть их цепями. Ох ты ж, нифига себе ударил девушку. Какой герой. Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку и все ему сойдет с рук. Имя этого садиста уже через пару дней озвучивают на всю страну тишина. Никаких заявлений, никаких попыток хотя бы просто отмазаться, ничего. Только пресс-секретарь главы государства повторит, что-то было бы ради чего дергаться. Это реальная журналистика. Бьет, значит, любит. Тема сегодняшнего выпуска, причем бьет и в прямом, и в переносном смысле. Поехали! А Единая Россия собралась ввести пенсионный возраст для автомобилей. Депутат Кагогина направила в Минтранс свои соображения. Мол, если машине больше 10 лет, давайте считать ее автохламом и давайте запретим на таких машинах россиянам ездить. Я даже догадываюсь о смысле этого лизнуть. Прикиньте, они нам запретят покупать автомобили старше 10 лет, а через какое-то время, там, через полгода, скажем, начнут кукарекать. Да у нас люди ездят на новых машинах исключительно. Это же говорит о росте уровня доходов граждан. Пропагандисты дружно в данную дудку начнут дудеть громко. Вы же знаете любимую поговорку отдельных дураков, посмотрите. Во дворе под окном сплошные иномарки, жалуетесь, что плохо живете. Дуракам в голову не приходит, что все эти иномарки это банковские кредиты, то есть рабство. Сообщение о том, что автомобиль старше 10 лет могут приравнять к корыту, буквально взорвало соцсети. Автовладельцы готовы грудью встать на защиту своих пожилых железных коней. Впрочем, как позже выяснилось, частный транспорт трогать не собираются. Речь идет о коммерческом. Но это не отменяет того, что у каждой инициативы есть свои бенефициары. Кто они? Рассказывают. Потом, правда, ребята из ЕР высказались, мол, это глупости Саев. Есть там такой тяжеловес. Пояснили, что вообще речь в бурных фантазиях Кагогиной шла исключительно о грузовой технике. Правда, и это тоже глупость. И обвинили газету Коммерсант, что опубликовала данную историю в распространении фейков. И вот дальше еще смешнее. Затем чебурашки предложили, екарный бабай, разработать и принять закон, по которому, если депутат сказал, глупость ионная попала в СМИ, давайте такое СМИ штрафовать. Анекдот вообще. Вы к себе в партию берете дебилов. Дебилы несут ахинею, а если я эту ахинею опубликую, затем виноват буду я. Слушайте, мистер Исаев, вы там не заболели часом? А вот теперь еще круче, ребята. Помните, чуть выше сказал, что в Минтранс обратилась депутата Тьер Кагогина. Внимание, совпадение. Супруг госпожи Кагогиной. Совершенно случайно. Оказался президентом КамАЗа. Сегодня об этом знают уже все. А как вы думаете, это и депутатши хотя бы пальцем погрозили? Я уже не говорю про дело, заявили, а ведь налицо то, что можно трактовать как коррупция. Человек использует служебное положение, интересам мужа и семьи лоббирует. Даже штрафы не выписали. Привлечь не попытались еще раз. Если задуматься, цель-то тут явно корыстная. Жена президента КамАЗа предлагает запретить, в общем, не старые еще грузовики. Десять лет меняй машину, всем пофиг. Кстати, с легковыми-то вопрос так и остался висеть в воздухе. Исаев, правда, сказал, даже если такой законопроект появился бы в Думе, мы бы все равно его отклонили. Но мы-то знаем. Как таким Исаевым верить? Они, вон, и выборы не фальсифицируют, и кандидатов от Единой России у нас больше нет сплошные самовыдвиженцы. Или вот еще актуальненько. Уведомительную систему для проведения митингов и пикетов помните, когда придумывали? Что они нам врали? Никто ведь не говорит, что людям придется спрашивать разрешение у властей для проведения протестных акций. Это же просто уведомление, чтобы власти могли обеспечить безопасность для митингующих врачей, подогнать, если необходимо. Сегодня-то мы с вами знаем, как наш покой во время акций протестов оберегают. И да, сейчас вдруг все забыли о том, что мы вообще-то не должны спрашивать никаких разрешений у дяди чиновника подал уведомление за 3-5 дней. Как в законе написано, все, пошел митинговать. Зато в наш обиход нынче вошла фраза разрешенный, неразрешенный митинг. Или там согласованный, несогласованный. Поэтому, че им верить? Опять ведь наврут. Да про тот же пенсионный возраст вспомните. Там ведь тоже брехали. Не-не-не, ничего повышать мы не собираемся. А итог... Прошу вас отнестись к этому с пониманием. 20 лет с пониманием относимся все время. В дураках остаемся. Удивительная у нас карма. Об этом, впрочем, в следующем выпуске все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка сверху. Больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok